Итак, давайте поговорим о возможных сценариях, причины улучшения экономической ситуации, которые могут увидеть, которые мы можем наблюдать. Это выход экономики из карантина, сокращение безработицы, то есть люди опять будут устраиваться на работу. Реальный просрочный рост располагаемого дохода в государствах, где была поддержка населения, то есть по динамике, допустим, в тех же самых Соединенных Штатах мы видим, что располагаемый уровень дохода населения растет и эти доходы они куда-то выльются, они все равно выльются в траты, они выльются в покупку новых айфонов. Краткосрочно люди будут радоваться тому, что карантин заканчивается и, соответственно, по мере приобретения уверенности, по мере того, как они будут инвестировать в фондовый рынок, а он будет расти, в своей цене люди будут считать, что они богатые, что они богатеют и очень быстро. Они будут говорить, эй, ты дурак, ты что деньги на депозите держишь под 0,7%, когда я на рынке акций сделал с целых 50% за два месяца, давай приходи. Мы это можем увидеть, этот ажиотаж, я думаю, он может быть даже к президентским выборам Соединенных Штатах Америки, мы можем его увидеть. Постановление потребительской активности, продолжение помощи со стороны государств, то есть об этом заявляют все, не с позиции выделения ликвидности банкам или предприятиям, с позиции льготного кредитования население, то есть будут напрямую продолжать давать деньги населению, потому что население само решит, куда потратить и какие потребительские товары купить, и тогда компании просто будут больше зарабатывать, потому что они будут реализовывать свои товары и услуги. Эффект низкой базы, да, то есть опять-таки эффект низкой базы уже там через 3-4 квартала может привести к тому, что могут быть хорошие показатели. Ну и низкие процентные ставки пока что подтвердили в Америке, что до 2021 год весь он пойдет до конца 2021 года, не будут повышать ставку, пока, да, такие заявления, она будет находиться на низком значении вопроса, сколько он будет напечатать на денег. Это программа выкупа актива есть, низкие процентные ставки есть, государственная поддержка, соответственно, по-прежнему там Трамп заявляет, что они еще полтора триллиона рассматривают программы помощи, то есть есть ликвидность, да, то есть ликвидность предоставляют, на этой ликвидности будут расти и инфляционные ожидания, и на этой ликвидности, соответственно, рынки могут подрасти. Это вопрос вот именно в том, что ситуация может улучшиться, другой вопрос, что всегда помните эту историю, да, посмотрите там в интернете, в Советском Союзе был записан на этот ролик, как сбрасывали термоядерную бомбу на новой земле, да, то есть все, бомболюк открыт, бомба сброшена, да, то есть вопрос в том, что она летит. Она летит, и она неизбежно упадет, она неизбежно взорвется, и ударная война на три раза земной шар обойдет. Но все еще живут, и большинство людей не знают, что эта бомбочка сброшена. Вот такой, наверное, не очень оптимистичный прогноз причины ухудшения ситуации. Это валютные торговые войны, в том числе с популистских целях, протекционистская экономическая политика государств, когда они будут защищать локального производителя, сочетаясь с торговыми войнами. То есть мы уже вот это вот видим, симптомы, да, то Трамп с Китаем воюет, да, то, соответственно, Европа говорит о том, что технологические гиганты должны платить налоги в Европе, а американцы говорят на это, а вот попробуйте только ввести налог на наши корпорации, IT, да, мы, соответственно, тогда ваше вино, автомобили и самолеты, да, обложим дополнительными пошлими. То есть это протекционистская политика защиты своих локальных производителей. Возможно, вторая волна заражения COVID, если до этого момента не будет запретена вакцина. Это геополитические риски, в первую очередь, когда я говорю о геополитических конфликтов, это смена власти, приход популистов, да, власти. Высокий уровень долга он никуда не делся. И он не просто не делся сейчас, если был высокий уровень долга у корпораций, у населения, относительно невысокий был у государств, сейчас еще и государство заимствует. Ребят, помните, я вот про это говорил. Тогда еще ни у кого мысли не было, да, подумать о том, что отчеты государства будут там делать какое-то заимствование, с чего бы это. Я говорю, ну, то есть осталась последняя мера, да, стимулирования государства загнать в долги. Потому что когда государство должно, то им очень легко управлять правительством этой страны, легко управлять. Рост доходов, расходов правительства и, как следствие, рост долгов государственных. Если будут расти государственные долги, государство само деньги не производит. И сейчас государство оказывает помощь, помощь эта ограничена, соответственно, они выпускают обязательства, долги. И так долговая нагрузка была высокая, соответственно, получается увеличение долговой нагрузки, эти деньги передаются населению, население начинает активно тратить, эти же деньги, печатаются деньги и Европейским Центробанком, и американцами. Соответственно, разгоняется инфляция, разгоняется инфляция, Растут процентные ставки, рост процентных ставок, увеличение стоимости обслуживания долга и все. Если увеличивается стоимость обслуживания долга правительства любой страны, которая взяла кредит, где правительство возьмет деньги или сократит расходы. А что такое расходы правительства? Это, как правило, какие-то бюджетные организации. Второй вариант и оборонка. Бюджетные организации, система управления государством, раз. То есть, когда государство взяло долг, начала его обслуживать. Начался рост процентных ставок. Государству, чтобы обслуживать этот долг, нужно взять доходы. Доходы у государства только от налогов. Ради интереса посмотрите стоимость недвижимости. Что происходило с недвижимостью во всех странах. А недвижимость, между прочим, очень легко администрируется. Есть реестр, есть конкретный собственник, адрес, где он зарегистрирован. Все, налогом обложил, платежку отправил, не заплатил налоги, иди в тюрьму. То есть, рост налоговой нагрузки раз. Второе, если у тебя долг большой, обслуживание его высокое, ты не можешь там население полностью уже налогами обложить, иначе бунт получишь. Ты должен тогда сокращать расходы. А куда государство тратит расходы? Мы сейчас не про Россию говорим, мы сейчас глобально говорим. Инфраструктура, государственное управление, оборона. То есть, когда ты правительство загнал в долги, и ты понимаешь, что оно, да, во-первых, оно будет, чтобы рассчитаться с этими долгами, у населения забирать деньги. И второе, нужно будет сокращать расходы. А сокращение расходов – это сокращение государственного управления, государственного аппарата. Это сокращение его эффективности, этого государственного управления. Это ты можешь повлиять на… ну, то есть, государственная власть будет не очень сильная. Помимо всего прочего, это сокращение и оборонных расходов. То есть, государство таким образом ослабевает военные мощи. То есть, оно одновременно разрушается и в административном ресурсе, и в военном ресурсе, потому что оно вынуждено сокращать расходы, чтобы посплатиться с долгами. И здесь, в принципе, ты можешь очень легко на это влиять. То есть, когда государство ослаблено административно, когда оно ослаблено в военном плане, то, в принципе, оно очень легко управляется внешне. Ну и скажите мне, если это не так. Неограниченная эмиссия денег, на фантики обмениваются реальные активы и инфляционные риски на горизонте в 6-18 месяцев. Это вот причина для ухудшения ситуации. Томас Манн, который наблюдал сумасшествие в эпоху Веймарской республики, такую фразу написал. Торговка на рынке, которая, не моргнув глазом, просит 10 миллионов за куриное яйцо, уже окончательно утратила способность удивляться. Какие бы события ни произошли после этого, они уже не удивят ее своим безумством или жестокостью. Я говорю про инфляционные риски, я говорю про то, что какое воздействие это может оказать, долгосрочное воздействие может оказать на правительство, на управление целых стран. Рост налоговой нагрузки, рост инфляционной составляющей. И, что называется, нет ничего проще для правительства, чем решить текущие проблемы с помощью печатного станка и ничего хуже по последствии. Очень тяжело из этого выходить. А к этому, в принципе, дело и движется. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова